О них упоминают во многих фантастических фильмах и книгах. Они стали метафорой бесследного исчезновения всего чего угодно. Они и есть, и их как бы нет. А все потому, что представления о них были исключительно теоретическими. И вот, наконец, ученые впервые их сфотографировали. Речь идет о черных дырах, а сфотографировали не одну из них. Она находится в скоплении Девы. Расстояние до нее невероятное. Почти 500 квинтиллионов километров. Это цифра с 18 нулями. Фотографию удалось сделать с помощью 8 телескопов, которые расположены на разных континентах. О том, почему это важно, поговорим сейчас с астрофизиком Сергеем Поповым. Сергей, приветствую вас. Надеюсь, вы меня слышите. Ну, давайте сразу начнем с вопроса, почему это важно. Почему для объявления об этой фотографии собрали специальную пресс-конференцию. В чем значимость этого события? Ну, самое главное, это удалось сделать впервые. То есть, в первую очередь, это демонстрация технических возможностей, возросших технических возможностей астрономии. И впервые люди к этому медленно, долго шли с помощью самых разных технологий. Впервые мы можем увидеть пространство в непосредственной близости от горизонта черной дыры. Так близко получить какую-то прямую информацию от черной дыры не удавалось. А как вот фотография может помочь понять природу этого явления? Ну, здесь надо уточнить, что это совсем не фотография. В радиоастрономии довольно сложный метод получения изображений. И поэтому понадобились многие месяцы для того, чтобы аккуратно обработать этот сигнал с восьми телескопов. Получить вот эту картинку в итоге. Это, ну, во-первых, действительно, это просто демонстрация того, что да, мы можем. В принципе, это позволяет, во-первых, конечно, уточнить массу этой черной дыры. Но в дальнейшем более детальное изучение этой черной дыры и других теней черных дыр, если получится, позволит гораздо больше узнать о гравитации. Мы понимаем, что нам нужно развивать теорию гравитации. И существует много вариантов, над которыми работают теоретики. Но вот чтобы выбрать правильный путь, естественно, нужно изучать, как это происходит в природе. И наблюдение вот этого силуэта тени черной дыры – один из таких способов узнать о том, как ведет себя гравитация тогда, когда она действительно сильна. Вот если говорить о гравитации, если позволите, я немножко уйду в область такую художественную. У меня это вот фотография, изображение, если угодно, немножко напомнило Ока Саурона из фильма «Властелин колец», который Питер Джексон снял по трилогии, да, Толкина? То есть абсолютно вот это вот сходство. Если говорить об этой субстанции, черная дыра – это столь же зловещая субстанция, как и вот этот вот, так сказать, литературный герой, образ? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Здесь существенно, что цвета, естественно, условные. Это радионаблюдение. У нас все равно нет способности видеть радиоволны. Поэтому цвет можно было выбрать любым, можно было нарисовать все это зеленым, красным, синим, каким хотите. Выбрали такой вот цвет, более оранжевый. Черные дыры, это черные дыры, в них нет ничего такого ужасающе пугающего. Их действие на все вокруг – это действие гравитационное. Скажем, в центре нашей галактики находятся сверхмассивные черные дыры, и звезды спокойно крутятся вокруг нее, она их вдруг не захватывает. Так что в этом смысле черные дыры – интересные объекты с точки зрения физики, но вряд ли они содержат в себе что-то такое уж зловещее. Ну вот в художественной литературе это именно зловещее некое явление, которое может уничтожить эти галактики, и все буквально в одну секунду мы даже опомниться не успеем. А нас уже и нет, как бы. Ну, с этой точки зрения любой объект может быть зловещим, тяжелый, если он падает с большой высоты нам на голову. Соответственно, с черными дырами тоже нужно обращаться согласно технике безопасности и внутрь не нырять. Что будет дальше? Как вот эта фотография поможет изучению природы этого явления? Мой последний вопрос, Сергей. Сергей, вам да. Повторюсь, что первое – это вот самая главная демонстрация того, что в принципе у нас появились возможности это изучать. Немножко уточнилось наше знание о черной дыре в центре галактики М87, но люди теперь с большей надеждой ждут новых результатов. И самое главное, ясно, что эту методику, эту технологию можно совершенствовать, можно вкладываться в ее развитие. И тогда, получая более детальное изображение силуэта черных дыр, мы сможем лучше понимать, повторюсь, как устроена гравитация, и, соответственно, проверять наши различные теории гравитации с помощью этих объектов. Ну что же, я благодарю астрофизика Сергея Попова за участие в нашей программе и за рассказ о природе черных дыр и значении сегодняшнего события, которое, в общем, в ученом мире рассматривается как некий прорыв.